Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня сделаем обзор семян лука на 2021 год. Лука с семян будем выращивать второй сезон подряд. В прошлом году выращивали лук ялтинский красный, эксибишн и лук пари. Начнем с ялтинского красного. Вот они две такие луковички у нас остались с прошлого сезона. Вот одна уже немножко начала прорастать. То есть в принципе лук вырастает довольно-таки крупный. Вот это наверное самые маленькие луковицы. В основном были вот такие вот огромные луковицы. Очень он сладкий, прекрасно подходит для салатов. Но единственный небольшой такой, так скажем, может даже большой минус это то, что данный лук он не переносит переувлажнение. То есть он у нас пригоден, так скажем, для выращивания в тех регионах, где у нас лето сухое и при этом умеренно, так скажем, влажное. То есть в тех регионах, где у нас влажное лето, с большими осадками данный лук попросту будет сгнивать. Поэтому на это нужно обращать внимание. Луковица массой 140-160 граммов. А сорт у нас этот среднеспелый. Ну и в принципе очень просто. Замечательный лук именно для салата. Практически полностью отсутствует горечь. Такой сладковатый у него привкус. Очень хорошая урожайность. Но опять же таки повторюсь, именно нужны ему такие вот условия, как наверное в самом Крыму. Следующий лук это у нас лук Эксибишн. Вот что про него скажешь, так это то, что он при любых наверное погодных условиях порадует своим урожаем. Луковица очень крупная, до 800 граммов, а некоторые наверное и до килограмм вырастают. Но это при особом уходе. Именно при редкой, так скажем, высадке рассады. Если загущенно высаживать, так скажем, рассаду, то луковица будет 300-400 граммов. Хорошо подходит для салатов, для шашлыка. Хранится лук Эксибишн и Ялтинский 3-4 месяца именно после уборки. Чтобы он немножко подольше хранился, нужно его хорошо высушить. То есть у нас он хранится после уборки, так скажем, высушивается на чердаке, а потом уже хранится при комнатной нашей температуре. Осуществляем посев данных луков на рассаду в феврале месяце. Высаживаем в середине мая, а уборка у нас приходится на начало августа или на середину августа. Поэтому обязательно попробуйте. В частности Эксибишн должен 100% практически у вас вырасти и порадовать своим именно хорошим, может быть даже отличным урожаем. Лук Порей. Выращиваем его наверное уже не первый сезон, второй или третий. Есть лук Порей, который у нас позднеспелый, есть среднеспелый. То есть ориентируйтесь по своему, так скажем, лету, именно сезону и выбирайте лук. Позднеспелый лук он немножко покрупнее и сама вот эта вот нога, за которую он ценится, она подлиннее и пошире. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Лук Порей. Элефант у нас среднеспелый. У него у нас вот эта самая нога вырастает до 25 сантиметров. Ну и в принципе также данный лук очень хорошо зимует. На это тоже обращайте внимание. Можно его оставить под зиму, укрыть каким-то укрытым материалом, сверху присыпать снегом и лук у нас должен перезимовать. Второй год у нас отправился в зимовку. Сеем на рассаду также в феврале, высаживаем точно также в мае месяце в середине, а уже уборку проводим ближе к концу сентября. То есть этот лук у нас более, так скажем, холодостойкий. Он переносит эти вот заморозки уже осенние и может, соответственно, расти в грунте до конца сентября. В этом году приобрели лук Оксибишн другой торговой марки, поэтому здесь немножко меньшая граммовка, 0,2 грамма, а вот в прошлом году приобретали, здесь было 0,5 граммов, поэтому пришлось купить еще на такой вот лук, называется он Глоба. В принципе, по своим характеристикам очень похож на Оксибишн, практически точные его копии. Луковицы у него растут, самое большое, до 900 граммов, но в среднем вот такие вот луковицы 250-300 граммов, но это тоже очень даже хорошо. Это при загущенной посадке, при разреженной посадке 700-900 граммов. Салатного назначения, ну и хранится также примерно 3-4 месяца после уборки. Повторюсь, практически идентичная характеристика, но посмотрим, как он себя покажет. В упаковке есть 0,5 граммов семян. И приобрели вот такой вот лук, это у нас лук репчатый красный барон. Это у нас лук, который больше пригоден для долговременного хранения, то есть если вот этот лук у нас хранится 3-4 месяца, то вот этот должен долежать до весны. Луковица у него по массе 60-80 граммов, но это при том условии, что вы его сеете прямым посевом в грунт, например, в мае-июне. Если мы его сеем на рассаду, луковица будет расти значительно крупнее. Ну а так, в принципе, самое главное, что он у нас хранится долго, до самой весны. Полуострый, сочный и, в принципе, тоже очень даже хороший лук. Такой вот получился обзор. Если вы никогда не сеяли лук семенами, обязательно попробуйте это сделать. В частности, обратите внимание на лук Оксибишин. Практически у любого огородника, даже при каком-то отсутствии какого-то такого сверхухода, лук вырастет и порадует вас своим урожаем. Даже если рассада будет, так скажем, не очень хорошая, может быть даже немножко мелковатая, из нее также луковица вырастет довольно-таки крупно. 300-400 и даже 500 граммов. Самой мелкой рассадой вырос лук вот такой вот очень крупный, вкусный. Можно употреблять его в целом в ходе летнего сезона, что очень хорошо. Кто-то, конечно, не любит такие крупные луковицы, что говорят, что неудобно их как-то резать, но в принципе тоже можно половинку отрезать, да и остальную завернуть в какую-то пищевую пленку, положить в холодильник. Это тоже не проблема. В принципе, можно из любой ситуации найти какой-то выход. Но еще раз повторюсь, порекомендую попробовать хотя бы какой-то лук вырастить из семян. Может быть, вам понравится и вы будете это делать каждый сезон. Но всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.